На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Лекция Ирины Кулик» из цикла «Несимметричные подобия в музее «Гараж». Эдкин Хольц, Грегор Шнайдер. Часть 2. Грегор Шнайдер, который следующий наш персонаж, современный немецкий художник, начинавший первая выставка, которая у него была, прошла у него, когда ему было 16 лет в его родном городе. И это была выставка вот такой вот очевидной экспрессионистской графики, где его интересовали эмоции, крик, аффекты и замкнутые пространства, в которых, собственно, обитают его персонажи. Картина Грегора Шнайдера без названия, 1985 год. Вертикально ориентированный холст. Картина выполнена в чёрно-белых тонах. На картине изображён угол комнаты с белыми стенами. В углы спиной к зрителю на корточках сидят два или три человека. Фигуры выполнены также белым цветом с небольшим количеством деталей, из-за чего их трудно различить на фоне стен. Стены сходятся под неестественно острым углом, подчёркивая глубину пространства. На переднем плане в правом нижнем углу картины часть пола и нижняя часть правой стены чёрного цвета. Это либо густая тень, либо часть пола и стены отсутствуют, и за ними виднеется тёмный провал. Одновременно это его работа, которую человек делал в 15, 16, 12 лет. Даже самая ранняя работа, которая известна. Первая же скульптура. И тоже из таких ранних его работ – это перформансы в духе, скажем так, венского акционизма. Перформансы, которые показывают попытку мучительного превращения человеком собственного тела, тела перформера в некий объект, в некое произведение искусства. Гротескность и мучительность этого превращения в объект, превращение в скульптуру. И ещё один из, может быть, значимых перформансов – это перформанс, где он разыгрывал такое самозахоронение. Собственно, рыл яму и в неё прятался. И ещё всевозможные работы с такими строительными материалами. Но, собственно говоря, все эти работы были такими пробами, ранние юношеские были пробами пера, потому что, на самом деле, в то же время Кенхольдс, Снайдер уже начал делать главную работу своего времени. Это вот этот самый дом. Он жил и живёт до сих пор в маленьком немецком городе, город, который связан, прежде всего, город шахтёрский, закрытых шахт, город, который постепенно опустеет, опустошается, становится незаселённым. Вот та самая история, о которой мы говорили, когда мы говорили про фотографии Бехеров, эту реальность, которая за ними стоит. Ну, вот такой мир, опустеющий, крошечный провинциальный городок, в котором у его родителей оказался пустой дом, который они ему отдали. Жить, играть там, ну, никому не нужны. И он начал постепенно перестраивать этот дом изнутри, ничего не трогая снаружи, перестраивать очень странным образом. Шнайдер объясняет свою работу. Я строю комнаты внутри комнаты, я ставлю стены перед стенами. Это совершенно обычный, на первый взгляд, дом, который внутри начинает окукливаться изнутри. Все окна закрываются, все двери закрываются, и внутри в этом доме возникают совершенно фантазматические интерьеры, лестницы, которые никуда не ведут, двери, за которыми ничего нету, окна, за которыми глухие стены, которые не ведут на улицу, дом-лабиринт, дом, из которого нельзя выбраться, дом-ловушка, дом-убежище, дом-укрытие, дом, у которого обнаруживаются потайные комнаты, у которого обнаруживаются тайные пространства, тайные лозы, чертаки, подвалы с какой-то непонятной, странной жизнью, с какими-то подполами. Это такой work in progress, это работа, это дом, который продолжает перестраиваться, мутировать и изменяться до настоящего момента, с 1985 года. И, собственно говоря, последняя фотография, это то, как он выглядел в 2000 году. Это потрясающе один огромный проект, проект, которым художник занимается всю жизнь. Это можно назвать, видимо, можно назвать тотальной инсталляцией, можно назвать осмыслением. В какое-то время он, судя по всему, еще и жил в этом доме. И дом, который производит достаточно... Действительно, это история про клаустрофобию, это абсолютно пустой, незаселенный дом, в котором есть ощущение того, что этот дом живет своей жизнью, что этот дом мутирует, что это дом, который выстроен для каких... как бы преоборудовано, трансформировано для каких-то уже совершенно загадочных и как бы не очень человеческих целей, что это дом, который только прикидывается обычным домом, а на самом деле является чем-то другим. Ну, если мы говорим о литературных аналогах, потому что, конечно, за этим хочется увидеть и придумать историю, увидеть некий нарратив, но этого нарратива, наверное, самое жуткое, что есть в работах Шнайдера, что, собственно говоря, никакого нарратива за этим нету, что история, которая объясняет происходящее, не написана, она не складывается, ее можно по-разному рассказывать. Вот можно рассказать... Помните, у Кавки есть замечательный рассказ «Маленький нора», который написан от лица никого зверя, который описывает, как он строит свою нору, где есть ложный вход, где он, как он ее все время перестраивает, где у него, как он меняет конфигурацию комнат, как он меняет конфигурацию коридоров, как он меняет там место, где у него запасы лежат. Вот такое бесконечное описание, собственно, жизни этого существа, которое все состоит в том, что он строит, вырывает, переустраивает эту самую нору и переустраивает ее как укрытие от неких преследователей, как выясняется, которому все время мерещатся. То есть это пространство, которое порождено, собственно говоря, страхом преследования, которое порождено паранойей. И пространство Шнайдера, судя по всему, это можно прочитывать как такое же укрытие, как такую же нору, которая порождена страхом преследования, которая порождена паранойей, которая, собственно, и конфигурирует это место. конфигурирует как убежище для обитателя этого места конфигурирует как ловушку для тех врагов потенциальных которые туда могут которые туда могут проникнуть ну вот один вариант такой другой вариант что это дом который не совсем дом да вот тоже есть такой бродячий сюжет фильм ужасов про дом как про живое существо которое прикидывается там домом или машины как у стивена кинга для того чтобы заманивать и пожирать вот может такой вариант есть вы как собственно звание этого проекта мертвый дом это дом который умер в качестве дома живого и жилого и начинает жить своей жизнью это тот как будто такой замечательный был мыслитель русский близкий к абериутам леонид липавский который написал исследование ужасы который объяснял почему каталог всех страхов почему что вызывает страх это замечательно и почему боимся трупов не потому что труп мертвый а потому что он живое но другой жизни потому что это что-то что перестала быть человеком стало жить в качестве чего-то другого зомби в качестве каких-то мутации это дом который умер в качестве дома и стал жить какой-то вот этой то есть страшной жизнью которая живет что-то после смерти достал мутировать стал превращаться в этого монстр стал превращаться в ловушку, там стали обнаруживаться какие-то куклы из секс-шопа растерзанные, стали обнаруживаться какие-то непонятные подробности, непонятные назначения этого дома, скрытые комнаты, потайные ходы, ловушки, капканы, тайники, и при этом еще страшнее, поэтому выглядят вот эти обычные комнаты, слишком обычные, слишком лишенные детали, и комнаты без окон, комнаты без обозначения времени, комнаты с окнами, за которыми ничего нет, комнаты, в которых трудно представить обитателя, но при этом жуть их в том, что их трудно представить пустыми, что это дом, который явно не является необитаемым, он является обитаемым, там что-то происходит, но лучше не думать о том, что именно там происходит, и кто именно там живет, и что это такое. Когда Штайдер в начале в юности рисовал своих кричащих персонажей, он задавался вопросом, что происходит с криком, остается ли крик в комнате, в которой он звучал, какие следы оставляют разговоры, крики, звуки, которые были, ссоры, которые происходили в комнатах. Его комната, его дом, это то, что наполнено этими следами каких-то драматических событий, которые в них происходили, и эти следы набирают и набирают силу. Самые разные пространства, которые он создавал, кроме этого дома, и различные варианты этого дома, вот такая история про пространство тотальной изоляции, где, когда открывается обычная вроде бы дверь, а за ней оказываются три слоя изоляции, в конце концов оказывается камера, обитая звукоизолирующим материалом. То есть это комната, в которой можно, сколько ни кричит, твой крик не будет услышан. Это вот эта комната, в которой крик замыкается, в которой крик запирается. Это комната, которую нельзя открыть изнутри, только снаружи. Это история про некий плен, история про некую западню, изоляцию и тюремную камеру. Но что интересно, Шнайдер, это колоссальная работа, которая состоит в мутациях этого определенного дома, дома в его родном городе, дома, который связан с его детством и связан со всеми драматическими переживаниями детства. Этот дом, эту работу он повторяет в музеях. Как это происходит? Это колоссальный абсолютно проект, когда дом буквально выпиливается, эти комнаты, перевозятся в другое пространство, перевозятся в другие страны и выстраиваются там заново. Вот, например, вот так выглядела эта инсталляция в музее современного искусства Парижа в конце 90-х годов. Я ее видела, это первый раз, когда я увидела и узнала про этого художника, он тогда только появился и заявил о себе. И это одно из самых жутких и самых завораживающих художественных впечатлений, которые у меня когда-либо были. Почему это ощущение именно не того, как это монтируется, как это привозится кусками, как это встраивается в музей. Вот это невероятное ощущение, что ты приходишь в музей, который ты знаешь, и попадаешь в пространство, которое абсолютно мутировало, которое абсолютно трансформировалось, которого там не может быть. Чёрно-белая документация работы Грегора Шнайдера «Мёртвый дом» 1985-1998 годы. На фотографии угол комнаты с белыми стенами. Стены сделаны из вертикальных белых панелей, швы между которыми затёрты строительным составом серого цвета. В углу расположена открытая дверь. Пол в комнате отсутствует, видны только горизонтальные стальные балки, между которыми ничего нет. Которые ты проходишь как лабиринт, а в какой-то момент в какие-то пространства этого дома можно было только заползти. Там были какие-то коридоры, ходы, через которые надо было ползти. В конце концов, ты там абсолютно терял ориентацию в пространстве и во времени, и совершенно не понимал, где ты. И действительно было ощущение, что у тебя какой-то портал в другое измерение, что это абсолютно трансформирующаяся реальность, в которой ты оказался как в ловушке, как в неком совершенно другом опыте. Собственно говоря, Шнайдер не очень даёт интервью и не очень дискурсивный художник. Это не объяснение его работ, это действительно такое абсолютное воздействие на ощущения и на какие-то ощущения, на которые, я думаю, каждый из нас так или иначе откликается, потому что это чувство страха, чувство связанного с поиском и с потребностью в убежище, и с ощущением, что это убежище оказывается ловушкой. Что это какие-то очень базовые ощущения, которые всем нам знакомы, которые у всех у нас где-то записаны, и с которыми он совершенно потрясающе точно, тонко и масштабно работает. Ну вот такие. И в конце концов, в 2001 году этот же проект, эти же комнаты из этого дома были показаны в немецком павильоне на Венецианской биеннале, и где Шнайдер получил «Золотого льва». То есть это был главный приз, лучший национальный павильон, вполне заслуженный для достаточно молодого художника в то время. Вот такая вот невероятная экспириенс этого, через который можно было пройти, который можно было там увидеть, и который, видимо, никого не оставил равнодушными. Этих парадных пустых комнат, которые выглядят почти нормальными, но на самом деле оказываются совершенно выморочными. И вот этих странных изнанки каких-то подпольей, тайников и ловушек этого дома. И при этом это сам по себе какой-то потрясающий проект по этому дому из немецкого городка, который таким образом расползается по миру, заражает другие пространства, заражает пространство музеев, заражает пространство Венецианской биеннале. Самые разные, естественно, это не только этот дом, этого дома не хватит на все музеи, у которых есть спрос на выставки Шнайдера, и он начинает делать гаражи, например, это гараж, сделанный в Нью-Йоркской галерее. И в какой-то момент, и при этом пока что эти пространства были пустыми, но в какой-то момент в них появляются фигуры. Фигуры иногда это живые актеры, которые носят, иногда это слепки, манекены. Чёрно-белая фотодокументация работы Грегора Шнайдера «Ханилоры Роэн» 2001 года. Угол прямоугольной пустой комнаты с белыми стенами. В углу параллельно стене лежит женская фигура. Она лежит на животе, её лицо повёрнуто к стене. На ней серая офисная юбка, чёрная кофта и туфли на низком толстом каблуке. У неё под тазом лежит кусок толстой деревянной балки. Таким образом, её таз и ягодицы приподняты, а от туловища и ноги безвольно распластаны по пол. Рядом с краем балки, параллельно телу женщины, лежит деревянная палка. В общем, первая фигура, которая появилась, связана с появлением персонажа Ханилоры Роэн, которая очень двусмысленно существует. Это фиктивный персонаж вроде бы, но при этом в какой-то момент Шнайдер говорил, что это его соавтор, скульпторша, которая делает эти фигуры. В какой-то момент было имя этого персонажа скульптурного. В какой-то момент выяснилось, что это совладелец этого дома, что это его бывшая соседка. В общем, какой-то очень странный, мерцающий мифологический персонаж. По одной из версий, это имя, которое было на звездном звонке этого дома, в который он переехал. И персонаж, который ведёт какую-то свою странную отдельную жизнь, и про которую кто-то из кураторов и выставок Шнайдера сказал, что да, это такой персонаж, который для него примерно как мама Нормана Бейтса в фильме «Психо», даже такой владеющий им альтер-эго. Если мы продолжаем историю про фильмы ужасов, потому что мы уже в этой мифологии фильмов ужасов и в образном ряду находимся. Но при этом потом появляются другие фигуры, которые, собственно говоря, обозначают, что такое этот дом, чем бы он ни был, прежде всего это место смерти, прежде всего это место преступления, и это место неблагополучия, это место, это мёртвый дом, в конце концов. И все пространства, которые в то время выстраиваются, это места такого нежити, нежилого нежити, запустения, закисания. Может быть, один из самых, как раз у Шнайдера было несколько обитаемых работ, в которых были живые перформеры, в которых были живые люди. Там была, в том числе, замечательная, совершенно провокационная работа, в которой он назначал публике, что надо прийти на события с такого-то часа по такой-то, и когда люди приходили, они обнаружили там огромную очередь. И, собственно говоря, так и не попадали на это событие внутрь, потому что и события не было. А актеры, которых он нанимал, создавали эту очередь, в которой надо было стоять и ожидать этого события. Поэтому это история про фрустрацию тотальную. Но при этом, может быть, один из самых удивительных его проектов, сделанный в 2004 году в Лондоне, сделанный, собственно, поводом для этого проекта было то, что там было два абсолютно идентичных дома, стоящих рядом на одной улице. И для этих двух одинаковых домов Шнайдер придумывает проект «Семейство Шнайдеров», собственно, как этот проект работал. Зрители могли туда посещать эту работу только по одному человеку, заранее назначив время и забрав ключи от дома в офисе на соседней улице. Дальше человек приходит, посещал сначала один дом, потом другой. Внутри дома был такой Шнайдеровский интерьер, в котором все бы были очень реалистично, очень дословно. И при этом, поскольку понятно, что это нереально дома абсолютно, то сделана его реплика немножко жутко. И причем жутко там происходили всякие события. Например, когда человек входил в ванну, он сталкивался там с стоящим под душем, человеком, который мастурбировал и громко шумел, на кухне стояла женщина и так обреченно мыла посуду, как бы в этом не обращая внимания на этого единственного зрителя, который там оказывался. Зритель уже сам себя чувствовал привидением, поскольку эти люди не обращали на него никакого внимания, продолжали заниматься своими делами. Чёрно-белая фотодокументация проекта Грегора Шнайдера «Семья Шнайдеров», 2004 год. Фрагмент проекта. Перед нами угол спальни с белыми стенами. В левой части фото – большая двуспальная кровать с белым постельным бельем. В правой части в углу сидит человек в чёрной одежде. Он сидит на полу, согнув ноги в коленях. На голову и туловище надеть чёрный пластиковый мешок для мусора. В спальне сидело вот такое вот существо ростом с ребёнка, закрытое чёрным пластиковым мешком, живое при этом. И вот такой раздавался крик младенца, но этого младенца не было. И как бы человек обходил этот дом, видел этих самых персонажей, потом заходил в соседний дом. И в соседнем доме всё было точно так же, до количества окурков в пепельнице, до набора продуктов в холодильнике, те же самые интерьеры, точно такой же человек в ванной, который мастурбировал, точно такая же женщина на кухне, которая мыла посуду, и точно такой же ребёнок с закрытым пластиковым мешком, который сидел неподвижно в спальне, один в один. Достигал этого, в общем, как бы невероятным, но простым способом. Он нашёл близнецов. Нашёл две пары близнецов. Женщины-мужчины. Но я могу себе представить ощущение, которое это вызывает, что не может быть, при этом это есть, и вот по отзывам, которые... И это действительно, причём там была подсказка, потому что я не видела эту инсталляцию, собственно, рассказываю только по описаниям журналистов и очевидцев. Там на столике лежали книжки, набор книжек, и одна из этих книжек была пьеса Шеклера «Двенадцатая ночь», «Близнецы». То есть он давал ключ, как это сделано, но от чего, наверное, всё-таки менее страшно не становилось, потому что, собственно говоря, то, что вызывает ужас и в его первом доме, который он строил, это не ощущение того, что само по себе пространство очень страшное, это может быть обычная комната, но ощущение того, что это не настоящее, что это очень дотошная копия реальности, что это история с неким оборотничеством, что это фейк, что это симулякор, что это подделка. И если это подделка, но ты в ней существуешь как в реальности, что же тогда ты, кто же ты такой, насколько реален ты, если ты соприказываешься с этой подделкой. Такое действительно ощущение различных фобий, различных страхов, с которыми он потрясающе работает. У Шнайтера было, при том, что это человек, как бы исследующий свои внутренние страхи, свой внутренний мир, ему удалось сделать несколько провокационных проектов. Один из проектов многострадальных, которые он предложил, он предложил для Венеции, где он получил «Золотого льва» в свое время. Ему предложили сделать паблик-карту. Он сделал вот такой вот проект, собственно говоря, это огромный черный куб, который должен был стоять на площади Сан-Марко, и который выглядел один в один, как мусульманская святыня Кааба, что, собственно говоря, и послужило поводом для того, чтобы в Венеции этот проект был запрещен, не был принят, так же, как он потом не был принят в Берлине, потому что, чтобы не оскорбить религиозные чувства, хотя никакого запрета на изображение Кааба, нет, ну, чтобы вообще не связываться с этим контекстом. При этом для самого Шнайдера это еще одно, это то же пространство, это то, что никто не видел, то, что приблизиться к Каабе могут только истинно верующие, туда не допускают немусульман, и поэтому это как бы некое место, про которое все знают, как оно выглядит более-менее, но никто его не видел, вот попытаться вот этот самый фантазматический образ воспроизвести, проверив, как бы сделав его реальным, хотя он не совсем реальный, это должна была быть сетка, обтянутая тканью, огромная, можно или нельзя войти внутрь, то есть это тоже история про некий симулякор, про абстракцию, которая становится реальностью, про то, как увидеть воочию то, чего никто не видел. Инсталляция Грегора Шнайдера «Куб Венеции», 2005 год. Перед нами площадь Сан-Марко в Венеции. Площадь окружена старинными зданиями. На заднем плане высокая узкая башня, практически без окон. Башня построена из красного кирпича и увенчана зелёной шатровой крышей. В центре площади стоит огромный чёрный куб, он высотой примерно с трёх-четырёхэтажный дом. И, видным образом, в результате эта работа была реализована в Гамбурге, на выставке, в рамках выставки, посвящённой Чёрному квадрату Малевич. То есть, что её абсолютно переместило в другой контекст, и Гамбург её всё-таки решил реализовать. Вот такой вот чёрный куб, как «Аммаш Чёрному квадрату». А очень обиженный всей этой историей Шнайдер ещё выставил в качестве выставки e-mail, которыми он обменивался со всеми институциями, которые футболили его проект. И это была первая его история, где он, так сказать, боролся с прессой. Ну, художник, занимающийся историей про клаустрофобию. Вот такая вот работа 2007 года. «Белая пытка». «Белая пытка» — это термин, даже не знаю, как определить, область зданий, определяющий очень профессиональную пытку, не оставляющую следов на теле. Работа Грегора Шнайдера «Белые пытки», 2007 год. Перед нами «Белый коридор». По обе стороны коридора расположены двери тюремных камер. Это раздвижные стальные двери с узкими вертикальными прорезями. То есть как бы как избить пытаемого так, чтобы у него не осталось осенников. Соответственно, естественно, это такое пространство, которое уже отчетливо читалось как тюремное пространство, как паницитарное пространство и вызывало, в то время считывалось как тюрьма Гуантанамо. При этом, собственно говоря, история Шнайдера, при том, что он, конечно, про заключение, она очень, как мне кажется, она не совсем про тюрьму, потому что тюрьма — это то, где за тобой наблюдают, это всегда, где есть надзиратель, это всегда ужас, ты всегда живешь под чьим-то пристальным взглядом, за тобой следят, даже если, и если это тюрьма, и если это тоже там, я думаю, может быть, если возвращаться к фильмам ужасов и к пространствам, напоминающим пространство Шнайдера, там фильм «Пила», да, то есть это все время ужас, в котором есть ужас, что за тобой наблюдают, но если ты будешь себя правильно вести с точки зрения этого наблюдателя, тебя могут выпустить. мир, который строит Шнайдер, это мир еще более безнадежный, это тюрьма, в которой тебя заперли, но надзирателей нет, о тебе все забыли, а дверь не открывается снаружи, то есть это как бы что-то, что может быть еще страшнее, чем тюрьма, это тюрьма без надзирателей, тюрьма без охраны, с которой все ушли и заперли тебя, вот такая достаточно жуткая история, история, где ты остаешься один на один с собой, где не может быть никакого диалога с тем, даже фиктивного, даже фантомного, с тем, кто тебя там запер. И как и Кингхольц, который, как я уже говорила, работал не только с, собственно говоря, пространством, но и с запахами и звуками, Шнайдер работает с запахами, вот такой вот проект, сделанный для парижского выставочного пространства «Красный дом» и «Зон Рожь», комнаты, где было разное освещение, были разные запахи, насколько я понимаю, разные пространства, в которые это попадаешь, и единственный его проект, связанный с такой паблик-арт, реализованный на шикарном пляже, знаменитом в Сиднее, потом был повторен на пляже в Израиле, прекрасный пляж, на котором выстроены клетки. Они открыты, ими можно пользоваться, в клетках есть лежаки, зонтики, все бесплатно, все то, что нужно на пляже, но при этом ты оказываешься в клетке. Работа Грегора Шнайдера, 21 пляжная клетка, 2007 год. Работа стоит на берегу моря или океана, на песчаном пляже. Солнечная погода. Работа представляет собой множество расположенных на пляже вольеров, стены которых сделаны из металлической сетки. Вольеры плотно составлены вместе. В каждом вольере есть синий надувной матрас и белый зонтик от солнца. При этом люди спокойно обживали эти клетки. Лежак, пляж, прекрасно, по-своему уютно. И вот это ощущение, что в клетке, в тюрьме, в этой клаустрофобской ситуации люди на самом деле совершенно прекрасно готовы существовать и обживать ее, может быть, было таким не очень интересным результатом этого эксперимента социального для художника, которого достаточно сложно назвать социальным и политически ангажированным. То есть это такой вариант эстетики взаимоотношений в 90-е и 2000-е годы, к которому по поколению Шнайдер подходит, но в таком предельно варианте достаточно жестокого эксперимента. Здесь, в общем, без последствий, но, тем не менее, некого эксперимента над людьми. И при этом, действительно, и, собственно говоря, очередного исследования, какие варианты пространства могут быть и как его можно обживать. Проект и финал, конец, который… Да, и еще, если говорить сегодня о реализованных и скандальных проектах Шнайдера, еще один из проектов, который у него был, это не был реализован. Эта идея сделать, превратить один из залов в музее, вернее, создать в музее пространство, комнату, которая предназначена для умирания публичного, чтобы там лежал и умирал человек. Естественно, с его согласия, с согласия этого человека, потому что то, о чем говорил Шнайдер, начал переговоры через врачей, через больницы, кто согласится умирать в музее, естественно, это не было реализовано, это сочли верхом цинизму, это сочли, что нельзя выставлять умирающего как объект искусства. Между тем, Шнайдер говорил, что он, собственно говоря, хотел уйти от этой ситуации табуированности, вытеснения смерти из современного мира и уйти от ситуации, когда те пространства, в которых люди умирают, в больницах, в хосписах, перед глазами равнодушных посторонних, это гораздо страшнее, чем смерть в публичном пространстве, в специально оборудованной комнате, в музее, которую он хотел предложить тем, кто хотел бы этого, кто бы на это согласился. То есть одна из задач художника – это создать то пространство, в котором человеку хотелось бы умереть, потому что никто не умирает в своей спальне, в своей постели, все умирают в больнице, создать какое-то другое общественное общее пространство. Ну, в общем, проект как проект, но оставляю на ваше усмотрение, судите о его этической оправданности и возможности. Но очень интересно, что опять-таки эта попытка создать пространство для не показать смерть, показать смерть еще там были попытки в искусстве, а создать то пространство, которое подходило бы для умирания. То есть то, что в большей степени было, наверное, задачей Шнайдера. Но это скорее вот этот проект, конец, да, это продолжение скорее черного куба, это такой же черный куб, но который выстроен, в который можно войти, да, черный куб, черный квадрат, который, наконец, раскрылся и заманивает себя в себя. Там оказываются тупики, оказывается очень сложное пространство. Но, собственно говоря, что это такое? Это альтернативный вход в музей. То, что называется тупиком, то, что называется концом, на самом деле вход. Цветная фотодокументация работы Грегора Шнайдера, конец, 2008 год. Заснеженная площадь возле здания современного музея. На площади расположена большая длинная пристройка черного цвета. Пристройка имеет форму прямого угла с равными сторонами, это квадратный тоннель. Вход в тоннель высотой около 10 метров. На протяжении всей длины высота тоннеля постепенно уменьшается. В месте, где тоннель присоединён к зданию, его высота не более 3 метров. На самом деле, то через что-то можешь войти в музей и узнать, что там внутри. И вот эта самая амбивалентность тупика и входа, тупика и двери, тупика и некого портала в другое пространство, это тоже одна из, наверное, очень важных для Шнайдера историй, простите, которую он разыгрывал, может быть, самым интересным образом, в такой инсталляции, где есть два коридора, белый и чёрный, где есть огромное сложное пространство, в котором обнаруживается хриогенная камера, в которой обнаруживается мумия, в которой обнаруживается что-то ещё, где есть вот этот выбор, куда ты можешь выйти. Проект с Каабой был сочтён сомнительным с точки зрения религиозности, но при этом Шнайдер в 2011 году сделал проект действительно для настоящей религиозной церемонии. Это Калькутта, где есть именно в этой части Индии особенно пышно отмечаемый праздник религиозный в честь богини Дурга, Дурга-Пуджи, и обычаи требуют, чтобы для этого праздника выстраивали такие специальные временные храмы, не храмы, павильоны, не павильоны, которые там постоянно все общины выстраивают, кто богаче, кто красивее, кто ярче, кто наряднее. И Шнайдер при участии, не помню, где-то институт, но какой-то немецкой институции в Индии, ему предложили выстроить свой вариант этого самого временного храма, который он и построил. построил вот такую вот штуку. Он построил, называется эта работа «It's all right», вот этот самый Реет, это тот же самый его родной город, в котором он выстраивает, перестраивает и меняет этот самый свой пресловутый дом, с которым он никак, как он сам говорит, надеется однажды выбраться, как из ловушки, но пока не получается. И в Индии он строит огромный павильон, который строится силами местных рабочих, из местных материалов, который представляет из себя поставленную вертикально улицу этого самого несчастного немецкого городка, который ловушка, вот этой биографической ловушки прошлого, детства, из которой он не может выбраться. Цветная фотодокументация работы Грегора Шнайдера – это всё «Райт», 2011 год. Перед нами стена здания. На стене воссоздан фрагмент улицы, то есть поверхность улицы оказывается перпендикулярна земле. В центре стены расположена асфальтированная дорога. По обе стороны от неё тротуары бежевого цвета, уличные фонари и различные здания. Все объекты объёмные и выполнены в большом масштабе. Например, уличный фонарь в этом макете приблизительно равен высоте человеческого роста. Весь макет выглядит так, как будто реальная улица продолжается на стене. На правом тротуаре стоит небольшой белый домик с крышей, рядом с ним фонарь. По-видимому, это автобусная остановка. Справа, за тротуаром, расположены фасады высоких домов. Слева – длинное двухэтажное здание серого цвета. В центре нижнего края стены улицы сделан прямоугольный вход для людей, через него проходит толпа. Которую он там ставит, ну и внутри там обычные там все эти статуи, всё, что полагается для культа, для праздника там есть, но при этом надо пройти через вот этот самый, войти в эту поставшую вертикальную улицу этого города, из которого нельзя сбежать, даже если ты оказался в Калькутте на этой самой церемонии. И потом этот же проект из Индии. Вот вся история про эти некое вирусное путешествие этих предметов, которые создает Шнайдер, что его город уже расползся по всему миру, и при этом он никак не может из него выйти. Потом это всё разобрали, перевезли обратно в Германию. И Шнайдер договорился в церкви города Касселя сделать выставку, сделанную из мусора, который он нашёл в реке Ганка, которая течёт в Калькутте. То есть перевезти эту Индию с её мусором в Кассель и сделать это в протестантской церкви. И сделать он это хотел во время документы, но не в рамках документы. И создалась некая конфликтная ситуация, в которой, собственно говоря, власти документы надавили на церковь, чтобы они не выставляли это, потому что это могло быть принято за часть документа и не вписывалось в кураторскую концепцию. Мне довольно сложно понять, что там на самом деле произошло. Это версия, которую рассказывает Шнайдер, публично преподносит как вариант цензуры. Что на самом деле мнение документа мне как-то не удалось найти из интернета. И, может быть, всё это не с клоки художника с кураторами. Это, конечно, интересно. Но не самое интересное, тем более, что он продолжает выставляться в других музеях. Вот такая, видимо, замечательная история опять-таки про вход, про тупик, который оказывается входом, и про ловушки, сделанные в Мадриде, где есть труба, которые оказываются коридорами, ведущими в три разных альтернативных пространства или альтернативной реальности. И, может быть, последняя по времени работа Шнайдера, сделанная для Иакагамской Иакагамской Триеннале современного искусства. Работу я эту посчастливилась увидеть. Она, как мне кажется, очень связана с темой биеннале. Триеннале Иакагами в Японии. Куратор этой Триеннале в этом году знаменитый японский художник Ясумасо Моримура, который предложил тему «Море забвения». И вся Триеннале, вся выставка строится вокруг темы истории памяти, возможности вернуться к белому листу, стереть ее исторической памяти и так далее. Шнайдер сделал инсталляцию в подвале музея. Ты должен спуститься на лифте в подвал. И там обнаруживается жуткое пространство. Грязные стены, тусклая лампочка и море, лужи какой-то жуткой коричневой жижи. Причем похоже это все больше всего на такую заброшенную школьную душевую или заброшенную школьную раздевалку. То есть что-то, где там есть какие-то явные следы души, что-то, какое-то общественное пространство, как в школе, как в любом. Вот эта неловкость, которая связана с общим отправлением интимных потребностей, общественный туалет или общественный душ. Но при этом в таком предельном запустении, в предельном ужасе этой физиологичности. Вот так это могло выглядеть на открытии, когда еще по этой грязи можно было ходить. цветная фотодокументация работы Грегора Шнайдера «Немецкий страх» 2014 год. Перед нами невысокое темное помещение с серыми обшарпанными стенами. Помещение выглядит полузаброшенным. На потолке тускло горит единственная лампочка без абажура. На полу густая коричневая грязь. Четыре человека в резиновых сапогах пробираются через грязь. Их сапоги по щиколотку увязают в грязи. И, собственно говоря, вот эта самая жуткая коричневая жижа, как мне кажется, и была этим морем забвения, которое одно же море прошлого, море, из которого болото того, что мы не хотим вспоминать, но не можем забыть, которое, собственно говоря, всех нас и затягивает. Вот того страха детства, страха воспоминаний, от которых ты не можешь избавиться, но и не можешь себе в них признаться, с которыми Шнайдер наверное и работает с момента, когда он начал перестраивать дом в городе своего детства, это дом, из которого он никак не может выбраться и который он возит, развозит и разносит с собой по всему миру. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garajmca.org «Гараж»